Розыгрыша снятия девушки в баре через лед. Хорошо. Марина, а какие у тебя планы для бара? Не знаю, может быть, у тебя дома. Замовлю, я к себе слушаю. А ты сама живешь? Ну, как сказать. Взагалі, да. А ты знаешь, я тоже сам живу. И у меня дома есть большая коллекция книг, астрологии и очень ценные книжки. Я очень люблю это. Я занималась астрологией, я учала это все. Поэтому я думаю, что я тоже смогу. Филипп меня спросил за знак людяка, и ты знаешь, я бы тебе мог открыть твою натальную карту даже и показать. Это вам. А вы так хорошо выглядите. Вы так хорошо выглядите. Я про пар. Вы так хорошо выглядите. Ты знаешь, когда пара долго разом, они их стоят очень похожи. Астрава называется секс на одну ничь. Что за бар? Марин, что я вижу, что страва секс на одну ничь и астрология? Нет. Минет с лаймом. Может, поехали до меня? Что-то голосная музыка. Но мне очень понравился этот лайм. Может, еще немного тут посидим? Ты знаешь, мы можем заехать сейчас в магазин, мы возьмем лайм, и я тебе такой вдохновитель. Классный пиксель, чемпион. И астрология подниму. А дай себе инстаграм. Давай. Надо было сказать, у меня нет инстаграма, они сразу такие кут просто. Я не люблю сочи. Классно, могло быть как версия. Знаешь, я как раз веду свой личный блог. У меня инстаграм и подписчики. Пожалуйста, делись. Вау. Вау. Ой, тоже чудово выглядишь. Прекрасно. Очень классно. Это собачка. Я очень люблю собачки. Да? Ну, поехала и покажу тебе. Я сегодня хочу слушать тупость. Так. И, если можно... Да? Собою. И подбить свой фильм. Правда, мы один с собой. Но мы можем записаться в инстаграме. Да? А ты видела сериал? Нет. Очень классно. Нет, не видела. Ты знаешь, я тоже не видела. Мы можем с тобой подбить его с собой. Давай заплануемо на наступный тиждень, а потом покажем. Ты знаешь, а я не звик вкладывать на завтра с собой. Так, все остается. Так, все остается. Да, нужно говорить, что вы чувствуете. Для меня это просто треш. Потому что я теперь поняла, что я поправляюсь. Я хубаюся от этих всех моментов. А что это такое? Я очень подобаюсь мужчинам. Меня всегда кругом. Меня одевают, мне все дарят. Добро пожаловать в отель и был лежит без костов. Но я не люблю. Это все продолжение. Какого? Сексу прямо? Вот этого плитка. Настаивает. Он пережимает. Я так раз сижу, я же тупо задыхаюсь. Я поправила все чуть-чуть постарела. У меня постарелила. Какие-то раз попали на эту соседнюску. Какие-то делали колоссальную работу. Да, конечно. Вот этот момент, когда он уже пережимает, чтобы идти дальше, это для меня уже души-дуже. Я в этом моменте, где его не обидите, потому что, вроде, моргнула, блядь, подняла, понимаешь? Я в этом не обиде, потому что вы сидите, что улыбайся, ты мне не обиде. А давайте это питание... Девочка хорошо отшивает. Конечно. Она не чувствует давления. Я тоже словами буду хорошо отшивать, но мне... По ощущениям. А теперь, смотрите, вопрос до вас. То есть вы побачили ситуацию, да? Кто-то из вас стыкался с такой ситуацией в жизни, кто-то не стыкался с такой ситуацией. Вот, как вы, как сейчас, в данном контексте, как вы считаете... Как вы считаете... Я впервые скажу. Да. Как женщине нужно дать понять, что, типа, у меня на тебя какие-то большие планы, например? Ага. Або ты мне интересен, как человек, або там, как френд. Да? Но, типа, ну... Я не такая. Я не буду вот это вот на секс на одну ночь. Как вам нужно сказать это? Завтра будем знакомиться с моими родителями. Ага. Ага. Хочу тебя познакомиться со своими родителями. Да, да, да. Мы откачала мама. Давай я скажу. Давай. Я отыгрывал роль. Вона взагалі мені не резонує, бо, как на мене, ця роль, которую я отыгрывал, на мовом месте человек, это очень навязчиво. Типа, ты же сказала, типа... Это только задача была. Да, у меня была такая задача. Того я отыгрывал. Типа... Я, на самом деле, за то, что был какой-то контакт взаимный. Типа, если бы там разом сделал, давай завтра встретимся. Супер. Давай помим. Давай завтра пойдем на каву, почитаем астрологию. То есть в жизни ты не снимаешь? Человек на одну ночь? Нет. Угу. Ну, это для меня очень... Типа, ну... Ты же сказала, типа, нет. Давай завтра. А тебе хорошо получалось. Да? Гарный актор. У меня Оскар есть даже за актерскую игру. Ты видишь, я прям почувствовала. Ладно, я передумала. Поехали. Покажешь Оскара. Покажешь Оскара. Покажешь Оскара. Вот вы вдвох играли, и я все это снимал. Были моменты, когда были какие-то жарты, все это. И когда это был жар, ты переключался за актерство на себя. То есть и ты жартовал, и ты переключалась на себя. И в этот момент, когда вы обидва не играли, вы флифтували капец. Причем был момент, когда ты смеешься, ты реально смеешься, не то и твой актер, и ты тоже смеешься, и ты непроизвольно его по плечу рукою. И это не было актерство. Это был Миша. Миша Дмитрий. Ты смотрел за такой сковород? Честно, я даже не заодно. Я надеюсь, что встречалась на Хитяне. А я тоже не в полу. Я надеюсь, что встречалась на Хитяне. Привет, Миша. Здорово. Здорово, малыш. Здорово, малыш. Это очень важно знать про фильтр. И про фильтр в том числе. Что нужно знать? Когда мы пытаемся про флёрт играть какую-то роль, часто, как вы, помните, в детстве, когда они первый флёрт играли? Боже, вспотела уже, вхляла, мумляла, так же ж нравится, я уже не знаю, боже, вся вделася, косметику самолучшую нанесла, правда? То есть мы старались быть каким-то привлекательным для мужчин, правильно? Мы, как-то, играли не свою роль, нам приходилось быть лучшей, нежели мы есть. Показать тебе сразу, все стоят, ага, я же такой борщ готовлю, боже, я не могу тебе вспомнить этот рецепт хоть раз. Было ли, девочки, вспомните, как это было на начале? Что происходит на справке во время флёрта, истинного, чего психологи очень часто говорят, перед тем, как флёртовать, делать там вправы, дыхание, расслабиться старым перимом, вернуться в свою самостоятельность, сделать какие-то практики, иди, быть собой, быть собой, быть собой, прикиньте. А знаете что? Потому что во время флёрта у нас отключается мозг, у нас отключаются эмоции и ощущения. И гормони. И вот этот момент, когда вы выходили из ралей, сидячи просто вот тут, будучи под наглядом глаз, под социумом, просто будучи на одном островке, где вы сейчас как единое тело, вы начали флёртовать по-другому, и искры были по-другому, понимаете? И, возможно, дали бы вам другую роль, возможно, вы по-другому бы играли. Возможно, если бы это было не про рови, и тут мы все повернулись, может, там бы вообще началось бы, пошли бы Оскари дивиться, разумеется? Как вариант. То есть, когда мы отключаем мозг, тогда начинается флёрт. Можно знать массу техник. В интернет зайдите, там, боже, метели, подивилась, подняла очки, опять подивилась. Вы слышали точно такие штуки, вы видели по-телебаченню, как девчата это делают. Вот эта вот штука такая. Но вы будете идти им саморобить? Конечно, девчонки, вспомните. А вот только, блядь. Мы, когда бачим обстанавливаем. Закрутила пальцы. Вот, что ты красивый, понимаете? Такая, тут резко. Что-то такое, с бёдрами пошло. Только что, и шло так нормально, тут бёдр, блядь. Что-то такое не хотело. Что-то нам заложено, вот вообще, по факту, наше существование. Потому что плит, одна из целей, где, дозомство задля продолжения рода. Это одна из базовых функций. Так главное. А я знаю, что скажешь, заметно? Бывает такое, что я даже неосознанно там подхожу, и сразу девчонка начинает управлять волосы. Такий жест, неосознанный, может быть. Пацаны, как у вас происходит, когда вы флиртуете? Как у вас происходит? Ну, вот, смотрите, как вы видите, когда флиртует, да? А парень сразу стает, как вы прямаясь, как вы прямаясь. А он сразу стает, типа, да, да, да. Да, да, да. Ну, типа, он начинает переживать, типа, если... Конечно. Пацаны, вы откликаете? Да, потому что, когда мне пофиг на тебя, типа, я свою веду стоять вот так, типа, вообще на легке. А вот когда ты мне сподобалась, я столько флиртую, то я буду хвильватися, типа. Конечно. Я не буду страдать все показано, я буду, типа, вот так, вот так стоять, и... А девчонки, а дайте зараз мне обратку. Чи бывает у вас такое, когда парень, который вам понравится, мужчина, который вам понравится, и вы только входите на первый контакт флирту, и вы такой хуйню мелися. Какие-то вроде заготовки были, вроде знали какие-то такие шутки, а тут я что-то пошутила. А, блядь, нахрена, я тут... Тут про говно, понимаете? Краю я не думала. У вас девчонки таки, правда? Конечно. Конечно. Скажи мне. То есть, ну, вы понимаете, насколько мы подобны? Когда мы входим в флирт, мы реально отключаемся. И есть большой плюс в этом. Знаете, что? Во время флирта мы видим только положительные друг к другу. То есть, мы не помечаем ни долго, мы видим все положительные. И тут иногда девчонки такие, боже, я рассказал. Так, таке, боже. А они такие, ой, смешно было. Я, конечно, ступил. Конечно, я тут хуйню ляпнув. Понимаете? На самом деле, Назар очень четко предметил, что если тебе байдишь на людину, то это какая-то рандомная. Ты себе говоришь, типа, ты еще похер, ты себе говоришь и говоришь. А если тебе какая-то симпатия, то ты, типа, там... А-а-а... Да, запинаешься. А-а-а, ну, спиджамаю тебя. В том числе... Куроновый замок. Да. Да. Это вечера на медитации будете? Да, да. Я поняла. Короновый замок. Мы уже знаем такое слово. Ну, спасибо. Нормально флиртувати, треба заняти вакциум, да? Поэтому рекомендуется, конечно, сначала с тем, кто тебе не нравится. Ты пообщался с тем, кто тебе не важен. А затем ты уже разогревшийся, спокойненько подходишь к той, которая тебе нравится. Да, да. Нормально. Да, появится, которая нравится, да? И как тут? Ты снова трошки пиджмеш. Давайте вот так вот по чистоку. Мы же, ну, мы тут же все взялися зараз в этом просторе, да? То есть тоже не прийшли прям всі, ваши соседи же тоже не прийшли. Они прийшли, потому что какие-то темы есть тут, которые вам откликаются. У вас есть какие-то ценности, там, развиваться, делать что-то практичное, внедрять что-то новое в жизни. Флирт – это точно такой же навык. Это один из навыков сексапельности. Это то, что можно прокачать. Как его можно прокачать? Робивши это. Мы же со своими девчонками, с подружками, правда? Мы же флиртуем. Это же ок. Боже, ты такая сильно красивая. Такие кудряшки. И у нас не возникает какой-то такой штуки. Типа, нет проблем? Да, всегда. Я что-то сказала. Нет проблем. Что я могу сказать? Ну, что ты ему? Почему? Мужчина? Только, если он понравится. Я вчера мертвовала с 71-летним человеком. Маленький. Он был очень красивый мужчина. Он подошел на работу. И мы говорили про теннис. Такой, как у вас там, про зерки. А мы про теннис. Он у меня про теннис. И мы говорили годину. Я риготала. И на меня все смотрели. А я риготала. И тут, тут, тут. И он мне предложил. И уже машину садил. И еще. И сказал, что... А люди, Виагра. Где моя Виагра? Он настолько красивый мужчина. Он настолько красивый мужчина. Он настолько красивый. Он с ним было интересно. Как вы говорите, мы говорили на совсем разные темы. Дала бы ему в параллельной реальности? Дала бы ему? Я понимаю, что если бы я так было лет, я была старшая? Да. Может быть. Мой девочка. Очень красивый мужчина. И я очень классно флортировала. Но все-таки, когда мне кто-то понравится, я вот такой парень. Стаю и так. А можно вопрос? Что вы остановили? Сколько возраст? Мне тоже это вопрос интересно. Да. Ну да. Я не была зацикавлена ни в чем. Просто мне было приятно в таком состоянии находиться. А, то твою сексуальность тебя не вызвала? Не встав? Да. Он на меня не встав. А как человек, он меня очень зацикавил. Я говорю, привет. Это еще он. Да. Все. У него великое вероятность, что в него тоже не вставлю. Это было не очень хорошо. Это в него независимо. Да. А вы хотите... Да. Да. А вы не знаете, что мне нужно вставить в него или нет? Дед, а встав? Встав или нет? Ну что? Ребята, смотрите, мы сейчас проиграли несколько раз. Но ему приятно. Да. Мне было приятно. А давайте мы еще поговорим про то, чтобы и мужчины включились, и женщины. И поражали. Дуже круто, прикольно. Давайте поговорим про то, как же начать фляртовать. Для кого вообще важно начать фляртовать? Точно. Вряд ли вы pragmatic. Вейте, вы думаете, кто без того. Существует...